Трудовые бригады округа начали свою работу. В этом году в них задействовали 110 ребят. Как проходят трудовые будни в девятой школе, узнавал глава округа и наша съемочная группа. Высадка цветов, опиловка деревьев и наведение порядка в школьном дворе. Любые бытовые задачи Роману Ковылову под силу. Десятиклассник научился всему в трудовых бригадах. Работает юноша в них ежегодно, совмещая приятное с полезным. 4 часа, 5 дней в неделю. За месяц такой работы школьники получают около 6 тысяч рублей. В прошлом году я приобрел петличный микрофон, плюс нужно было купить несколько фильтров. В основном это периферия для камеры и микрофона. Довольно интересно, если ты работаешь с друзьями. Работа умеренно сложная. Да и к тому же я могу помочь школе за умеренную плату. Зарплаты для трудящихся школьников выделяют из муниципального и областного бюджетов. В обязанности юных работников входит подготовка учреждения к новому учебному году. Наведение порядка, незначительный ремонт мебели, уход за растениями и другие хозяйственные задачи. Как показала практика, трудотерапия положительно влияет на подростков. После небольших поделок ребята по-другому будут относиться к имуществу школы. Даже других своих сверстников будут как-то останавливать. Поэтому я надеюсь, что, по крайней мере, ребята получат в процессе работы и удовольствие, и в них и дружба укрепляется, ну и укрепляют материальное свое состояние. Работают в трудовых бригадах в основном старшеклассники. В этом году их втрое меньше, чем обычно. Всего 110 человек в 10 учреждениях округа. На количество добровольцев повлиял месяц проведения. Август горячая, пора каникул.